Цифровое искусство Это не какое-то общепризнанное понятие, я лично для себя такого разделяю, так проще. Первый — это классический вид цифрового искусства, когда он похож на обычный искусство, когда человек использует, допустим, стилус и рисует на iPad что-то рукой, просто он вместо кисти использует палочку, которая рисует цифрой. Есть еще другой формат цифрового искусства — это использование ошибок, глич-арт, это когда вводные данные меняются, ищутся ошибки, искажаются. Вот это пример, грубо говоря, обычного цифрового искусства, просто нарисовано вручную какой-то концепт кибергорода. Вот это пример глич-арта, когда используются ошибки, чтобы создать какую-то художественную ценность и интерес. Вот это уже третий вариант цифрового искусства, он называется алгоритмический. В нем все создается с помощью алгоритмов. Все формы и все вокруг программируется, и получается вот такой вот интересный динамический язык. Вообще все в нашем мире основано на алгоритмах. То, как растут деревья, как текут реки, как образуются кристаллы, как мы с вами рождаемся и умираем. Все это можно описать логически. И с помощью цифровых технологий можно взять эти логические цепочки и использовать их как новые кисти и краски. И вот этот как раз метод я использую в своих работах. И применяю вот эту вот цифровую сгенерированную субтанцию на разные объекты, на персонажей, на транспорт и архитектуру. Это все уже давно существует, и цифровое искусство имеет место в этом мире. Но у него всегда была проблема. Как его оценить? Как узнать, оригинальная ли эта работа? И, собственно, технология NFT позволила нам присвоить оригинальности цифровым работам. И поставить их на тот же уровень, что и обычное классическое искусство. Что такое NFT? Non-Fungible Token. Это переводится как невзаимозаменяемый токен. Он существует внутри блокчейна. Исследования этой технологии начались примерно в 2014 году. И первые тесты были сделаны на блокчейне Bitcoin. Но потом тесты немножко поутихли. И потом эту технологию создали на блокчейне Ethereum. Сейчас эта технология очень популярна среди цифровых художников. Было создано много шума. Где-то в начале 2021 года продалась работа такого художника, Bipple, за 69 миллионов долларов. В общем, эта работа — это 5000 его работ, которые он делал каждый день в течение 13 лет. Это такое тоже направление среди цифрового искусства, когда ты делаешь по одной работе в день. И вот он их собрал и продал это как NFT за 69 миллионов долларов. Также были проданы много разных работ за совершенно сумасшедшие цены. И, естественно, вокруг этого всего началась шумиха. И цифровые художники начали узнавать, что это такое. У нее есть свои плюсы. И в основном их больше, чем минусов. Минусов очень мало. Во-первых, это упрощение коммуникации с искусством для всех людей. То есть раньше, чтобы купить какую-то картину известного мастера, вы должны были поехать куда-нибудь, участвовать в каком-то закрытом аукционе. Сейчас это можно просто оформить кошелек на блокчейне Ethereum и с помощью этого кошелька поучаствовать в аукционе на какую-то известную работу. Но в то же время много авторов крутых, не таких известных. И сейчас можно купить их работы по довольно доступной цене. То есть это не только для какой-то элитарный вид искусства. Это и вполне доступные collectibles, которые можно приобрести и потом потенциально перепродать или сохранить это у себя в коллекции. Если говорить о коллекционировании NFT, то здесь тоже сплошные плюсы. Потому что коллекционирование обычного искусства, классического, всегда сопряжено с тем, что это физическое искусство, и оно разрушается. Время убивает все. Люди создают специальные целые города, мне кажется, хранилища с поддержанием температуры, чтобы сохранить эти объекты искусства. Цифровое искусство — это просто информация, которая хранится на носителях физических. Их можно менять. И ее довольно просто хранить. Есть такое понятие Interplanetary File System — это такая система хранилища peer-to-peer. И, допустим, если даже часть серверов или хранилища выйдет из строя, то данные все равно сохранятся. То есть это такое, как бы очень выгодное значение зрения хранения существует NFT. И еще одним из плюсов NFT-технологии является прозрачность. То есть все могут видеть любую транзакцию, которая была проведена внутри блокчейна. А именно транзакция, она и указывает на владение оригиналом работы. То есть художник берет изображение, загружает его в блокчейн и имеет привязанный к нему токен. Токен говорит о том, что эта работа — это оригинал. Это примерно как висит монолиза в музее. Вы можете ее сфотографировать, распечатать, повисить на стене, но это будет всего лишь копия. Оригинал всегда будет оставаться в музее. Также и с цифровой работой. Та работа, к которой привязана токен, является оригиналом. Ну, давайте поменьше сейчас о технологии и больше я расскажу свой взгляд художника на NFT, потому что это, мне кажется, более интересно и понятно. Основной интерес, который меня вызвал NFT, то, что он собрал вокруг себя художников, коллекторов и разработчиков блокчейн в очень живые комьюнити, где все внутри общаются и создают совершенно новые какие-то продукты. Художники освобождены от постоянной клиентской работы, потому что раньше цифровое искусство в основном существовало за счет того, что люди выполняли какую-то клиентскую работу и потом после работы они экспериментируют со своими какими-то новыми техниками. Сейчас же с помощью NFT ты можешь делать то, что ты хочешь и монетизировать это элементарно. Внутри этих комьюнити все очень взаимодействуют, перемешиваются, и художники становятся коллекционерами, помогая своим коллегам. Коллекционеры запускают свои арт-проекты, а блокчейн-разработчики все это покрывают какими-то нереальными технологиями и рождается совершенно новый продукт. Вот я сегодня рассказывал даже на форуме экономическом тоже про NFT, и все дискутировали, спрашивали, что же будет в будущем, как эта технология изменит мир, будет ли это к лучшему или к худшему. Я думаю, что технология проникнет в наше общество очень плотно, и когда блокчейн будет более нам привычен, мы даже сможем документы, например, не к нотариусу ходить заверять, а просто заверять их через NFT, и их оригинальность, и я думаю, что это приведет, вот именно с точки зрения искусства, это приведет к большему коммуницированию вокруг искусства людей, потому что это более доступно, и, соответственно, к совершенствованию и развитию себя. Вот. Спасибо.